С июня этого года граждане, имеющие зарубежные водительские удостоверения, больше не могут работать в России в качестве профессиональных водителей. Борьба с иностранными водителями, которых часто обвиняют в непрофессионализме и провоцировании ДТП, должна была закончиться еще несколько лет назад. И только с этого месяца поправки вступили в силу. Но водители-нелегалы продолжают ездить по дорогам республики. Так, накануне в Татинском Улусе микроавтобус УАЗ вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с Тойотой «Алеон». В результате водитель Тойоты скончался. Как выяснилось, виновником оказался водитель, не имеющий российского удостоверения на право вождения. В госавтоинспекции отмечают, что около тысячи водителей, имеющих иностранные права, уже получили водительские удостоверения российского образца. Но нарушителей пока продолжают выявлять. Водитель-санитарки, уроженец Ожской области Кыргызстана, проживает в Мегино-Кангалском районе и имеет национальное водительское удостоверение. Был доставлен в хирургическое отделение Татинской больницы с диагнозом автотравма, ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана, лобная область, ушиб грудины. Стаж вождения у него составляет 10 лет. По факту ДТП проводится проверка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!